Боевики 7 раз нарушили тишину на Донбассе. По сообщению Минобороны, противник применял гранатометы и стрелковое оружие вблизи Новгородского, Павла Полягнутого, Новотроицкого и Лебединского. Подробнее с линии фронта наш военкор Ирина Баглай. Он упал в сознание, говорит, бойцу, который был рядом, говорит, я что, говорит, умер? Он говорит, а ты что, дурак, ты живой, все нормально. Сразу его эвакуировали в укрытие, там уже медики надавали первую помощь. Ну, через 10 минут была доповедь, что, в двухсотом. Так, во время дежурства погиб Виктор Кондалюк. Его товарищи не сразу поняли, что в него попал вражеский снайпер. Пуля пробила легкая, и отверстие было едва заметным. Стрелял, говорят пехотинцы, профессионал. В основном он так, отдельно работает от всех. Ну, иногда бывает и под прикрытием, когда бой идет, тогда тоже работает. Ну, тогда его очень тяжело заметить, что он работает, потому что звук сливается. На следующий день, во время такого боя, выстрел снайпера-боевиков забрал жизнь еще одного пехотинца. 26-летнего фельдшера Сергея Цепуха. Последние две недели снайперские группы российских оккупантов открыли настоящую охоту на наших солдат. Вычислить хорошо подготовленных специалистов сложно. Окраину Донецка, Петровский район и Маарьинку разделяет удобная для противника лесистая местность. И с леса работал, с зеленки, просто вот там с речки. Тут речка проходит, камыши, его не видно практически. Во время этой снайперской охоты боевики использовали отвлекающий маневр. После месячного затишья открыли огонь из противотанковых гранатометов по жилому кварталу. На весом боевики попали и вот в этот дом. Снесли крышу, дважды пожарным пришлось его тушить и до сих пор все равно он дымится. Первый раз приехали, не дотушили, опять обстрел начался, уехали. Второй раз приехали, дотушили, ну уже ничего там, все сгорело. В течение недели реактивными гранатами боевики целились и вглубь города. Стреляли по магазину и двору, где живет семья с ребенком. Они навесом летели, мы так собим наблюдаем, на дамы лететь. Два выстрела, один утром идем, один тут прилетел, бачите, даже шифр. Еще побитого осколки валялись, а другой вот там, то есть соседнюю хату. Сам обстрел произошел, когда магазин был закрыт вечером. Его последствия Рита увидела уже утром. Как-то не хочется вспоминать этого. Хорошего ничего нет. Все разбитое, все раскидано. Как всегда.